Памятник Ампортази Архимова появится напротив входа в здание госсобрания. Это парк Матросово, почти самый главный парк республики. На днях даже глава региона Радихабир сказал, что там почти нет освещения, ему даже страшно туда ходить, хотя это главный парк региона. На ваш взгляд, чем обусловлен выбор площадки и стоит ли именно в этом месте ставить памятник Ампортази Архимова? Я не особенный эксперт по части урбанистики, расположения памятников и так далее. Я могу сказать в общем, что, конечно же, Хабиров испытывает отчетливое отвращение от идеи вообще выковечивания памяти Архимова. Мы должны помнить, что Муртаза Архимов – это смертельный враг Хабирова, начиная с 2008-2009 годов и до самой смерти Архимова. Он был врагом Хабирова. Может, простили уже друг друга? Давайте не будем так наивны. Мы прекрасно понимаем, что Хабиров не мог простить того, что с ним сделал и пытался еще сделать Архимову. Но Толкачев сидит за столом каждый понедельник и ничего. Ну, это некая форма такой, я бы сказал, изощренной пытки, на самом деле, для Толкачева. То есть, вот то, как сейчас с ним обращается Хабиров. Хабиров, с одной стороны, ну, если уж мы отвлеклись от Архимова и ушли к Толкачеву, с одной стороны, Хабиров не может ничего сделать с Толкачевым, потому что очень уж высокопоставленные люди из Москвы заступились за него в самом начале карьеры Хабирова как главы региона и запретили трогать Хабирову Толкачева, ну, до тех пор, пока Толкачев не уйдет на пенсию и вообще. А с другой стороны, Хабиров вот над ним вот таким вот иезуитским образом издевается, заставляя сидеть по полтора часа, значит, на месте каждый понедельник, а это уже в том возрасте состояния Толкачева, в котором он пребывает, сейчас непросто. Да, но он сейчас идет на новый срок, и что бы ему... Ну, понятно, но это уже как бы напоминает там какой-то вот эти брежневские времена, когда деваться уже некогда и нужно идти на новый срок. Хотя у нас сейчас вполне себе путинские времена, когда тоже некуда деваться и надо идти на новый срок. Смотрите, я просто хочу подметить то, что сообщение о том, что одобрена концепция памятника, появилось одновременно с приездом бывшего премьер-министра Башкирии... Рафаэля Байдавлетова. Рафаэля Байдавлетова, да. Как-то наложилось это. Не извинили одной цепи? Нет, думаю, что нет. Абсолютно не связанные вещи. Нет, ну, так как все-таки прозвучало устами президента Путина о том, что надо бы увековечить память Муртазы Габайдулыча... А прекрасно исполнять? Ну, так или иначе его нужно исполнять. Давайте оговоримся. То есть, если бы Хабиров бы действительно испытывал личную потребность в увековечивании памяти Рахимова, тогда бы, наверное, это несколько иначе выглядело. Но формально все поручения выполнены. Школа названа, памятник запроектирован, наверняка найдутся там финансы на это все, хотя там, ну, может быть, и семья профинансирует, не знаю. Это нюансы абсолютно незначительные. Ну, все, как говорится, галочка поставлена. А Байдавлетов... Нет, Байдавлетов вообще это странная история. Зачем было его тащить на оперативку, там, давать ему орден и прочее? То есть, совершенно непонятно. И вряд ли это связано с памятником Рахимову. Абсолютно. Ну, может быть, концепцию показать все-таки. Работали вместе. Да, ну, согласовывать с Байдавлетовым памятник, ну, давайте. Нет, все-таки у Рахимова остались достаточно близкие родственники, с которыми это нужно согласовывать и прочее. Спасибо.